В Подмосковье реализуется губернаторская программа по благоустройству мест отдыха для жителей на территории лесов. В прошлом году в округе появилась одна такая зона на озере Нерское. В этом году еще три вошли в эту программу. Где жители смогут комфортно отдохнуть, расскажем в нашем сюжете. Озеро Нерское или земснаряд. В прошлом году здесь начались масштабные работы по благоустройству территории. Зимой здесь организовано катание на тюбингах, летом на катере, гидроцикле и банане. Построен пирс. Все конструкции не капитальны. Это главное условие, при котором предпринимателям выдается разрешение на организацию зон отдыха в лесах. Все три берега, они популярны. Приходят люди, отдыхают, собирают байдарки. Вопрос подъезда к берегу для того, чтобы собрать байдарку, он актуален. Поэтому стоит вопрос об организации твердых площадок. Это лучше, конечно, с асфальтовым покрытием на всех трех берегах. Ну, достаточно, может быть, по каждому берегу 40-50 машин. Это решит вопрос о том, чтобы не загрязнять автомобилями, не заполнять автомобилями лесную зону. Сложная задача удовлетворить интересы двух взаимосвязывающих сторон с разными интересами. С одной стороны, это лес как отдельное такое эко-сообщество. С другой стороны, интересы человека. Человек любит комфорт, хочет ходить по асфальтовым дорожкам, не запачкать обувь. Ну, а лес хочет тишиной, чтобы ни в коем случае этого ничего не состоялось. Наша задача специалистов лесного хозяйства взаимно увязать интересы этих двух сторон. Новая программа губернатора нацелена на это. В Подмосковье определили места массового притяжения людей и предложили предпринимателям заняться их развитием. Таким образом станет комфортно и людям, и природе. В этом году должны благоустроить 25 таких территорий. Три из них в нашем округе. Родник, еще раз говорю, мисс Язвичи, место и оленевод у нас как раз будет. Три таких площадок. Там будет у нас оленевод, будет, значит, музей оленеводства и тропа. Значит, в Язвичах у нас будет экологическая тропа и зоны отдыха зеленые. Здесь, ну, то же самое, отдых. Ну, все, здесь практически все видите. Здесь остается практически многое готово на этом роднике. Активное благоустройство Анциферовского родника началось в 2017 году, когда он вошел в губернаторскую программу «Родники Подмосковья». Здесь была обновлена надкладесная часовня в честь Георгия Победоносца. Сделан навес, ступени, открыта монастырская лавка с детским уголком, где жители могут всегда попить чай из самовара и угоститься выпечкой Гуслицкого монастыря. Однако на этом благоустройство не остановится. Уже сейчас подготовлена презентация дальнейшего развития, которое станет возможным после вхождения родника в программу обустройства зоны отдыха. Хотелось бы расширить детскую площадку. И, с другой стороны, может быть, вы уже знаете, что вот это место называется в народе «Поляна невест». Сюда приезжают молодые пары. Есть арка, на которой навязываются ленточки ради, может быть, какого-то счастья. Но хотелось бы немножко одухотворить эту традицию. Как мы знаем, что на государственном уровне был принят закон о праздновании Дня любви с семьей и верности, День памяти святых Петра и Февронии. И хотелось бы, конечно, на Орехово-Зуевской земле как-то увековечить этот праздник и создать храм-часовню в честь Петра и Февронии. Чтобы молодые люди, которые сюда приезжают после заключения драка, могли прийти, помолиться, приложиться к иконе святых покровителей супружества, верности и спросить Божие благословения на дальнейшую супружественную жизнь. Может быть, кто-то захочет здесь и повенчаться. Также в программу этого года вошли олени-ферма в деревне Анциферова и ферма в деревне Язвищи. Свои проекты по благоустройству предприниматели презентовали на встрече с представителями Комитета лесного хозяйства.